здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал библейская тартария значит уже несколько раз я вам показывал статьи интересного автора под ником кадырчанский хочу еще раз обратиться к его на интересной статье и показать интересную тему которую он здесь раскрыл вот так значит называется его ный пост тартарские источники ветхого завета читать значит много покажу интересные и чуть-чуть вот вначале зачитаю чтобы вам было понятно о чем идет речь для того чтобы отнести ту или иную область знания к науке она непременно должна соответствовать определенным критериям одним из таких критериев является принцип повторяемости результата опыта независимыми друг от друга исследователями как мы понимаем к истории этот критерий совершенно неприменим однако ученые закрывают на этот факт глаза и упорно продолжают называть называть этот специфический литературный жанр наукой однако в отличие от истории древнего шумера или древние иудеи множество событий из истории великой тартарии описаны довольно точно различными путешественниками в различное время и это прямое доказательство того что такие события на самом деле происходили именно на рассматриваемой территории а вот подтверждений достоверности событий описанных в библии просто не существует как не существует ни единого материального подтверждения существования в прошлом государства иудея тот факт что слово слова иудея присутствует на средневековых картах на месте палестины еще ничего не доказывает на средневековых картах бельгия например находится на территории современной якутии там же указан и тибет встречаются карта с грецией на территории восточной сибири албания дальше находилась между горами кавказа и каспийском море море а белоруссии называли современную вологодскую область место где кроме белого моря существует и бело озеро ну и собственно главные предметы нашего изучения тартария и могулия тартар и могол провинции князей гога и магога бывшие когда-то на территории современных якутии и магаданской области не имеют прямого отношения к современным татарстану монголии и мифическому царству великих моголов зато практически нет сомнений в том что в основу множества мифов различных народов легла именно история тартарии а не греческий ад тартар это не что иное как отголосок природного катаклизма уничтожившего тартарию воспоминания о нем сохранились в русском языке кто из нас не употреблял выражение да провались она все в тартарары так на этом я вот чуть-чуть вот остановлюсь и покажу вам одну интересную книгу так значит читаю из книги тут из одной книгу я вам оставлю тех рек нечаянно выходят таковое сего народа есть мнение только однако ж никто мамонта не видит живого древние сибиряки и русские верят обратите внимание древние сибиряки и русские верят книга 1692 года точнее не эта книга 1692 описываются как его посланник из брендеса так древние сибиряки и русские верят что мамонты и слоны одно хотя зубы их мамонтов больше нагнуты и против слоновых в чоках крепче о чем следующим образом рассуждают до потопа они говорят места их якобы были весьма теплые и слонов там а имелось множество кое со всеми прочими тварями потопли и плавая по воде пока она сбыла и тогда такие слоны в грязях и в болотах остались а после потопа климат у них переменился и стало быть весьма холодно ионные болоты купно и со слонами замерзли а как от от вешнего воздуха растает что наверх выходят и мерзлость их от гнилости сохраняет и сие мнение нельзя весьма уничтожить выключает окна о перемене климата сказано может быть что в потопе вода которая весьма свеж свеж све а весьма свет залила слоновые пастбища в те места принесло которые там купно землей замерзли то есть обратите внимание древние сибиряки и русские верят понятно да что древние сибиряки очень много знали вместе с русскими об этом самом потопе и еще путешествие журнал по указу великих государей царей великих князей иоанна алексеевича и петра алексеевича отправлено из москвы в китай господина эбергарда из брандеса посланником в 1692 году марта 14 дня когда великий государь иоанн алексеевич и петр алексеевич вознамеренность послать настоящее посольство китайсому бадды хану имел я такую честь что от их величеств в посланнике к помянутому двору избран и любопытен был видеть сибирь и китай я как государство славные токма токма мало знаем и в некоторых из иноземцев еще никто не бывал и получа такое мне порученную комиссию с великой радостью и желая себя прославить первым и верным описаниях он их восприял намерение наверно скорее всего так вот такая вот интересная книжка я еще впоследствии сделаю ролики и прочитаю много интересного из этой вами книги давайте вернемся значит кстати это как этих самых евреев притянули сюда давайте еще кое-что тут интересно зачитаю читать много не буду все можете сами посмотреть видите огромная статья а то некоторых раздражает мое чтение и так далее поэтому сами сможете все здесь прочитать я вам лишь некоторые моменты зачитаю на которые автор обратил внимание и я просто маленечко его дополню так так это еще одно свидетельство тому что александр македонский на самом деле был в якутии и на колыме на изображении мы видим его на границе провинции гога и магога там где существует сегодня существует знаменитые кигеляхи в районе среднеколымска стена образованная скалами останцами которые по легенде построили воины александра македонского для защиты остального мира от злобных гога и магога но что совершенно ставит тупик современного человека так это надпись которая является пояснением к изображению из старожилых там александр великий дашь бог крепость с башнями на утесе имеют шестиугольную форму а ведь бианка прав сравните изображение дашь бога и македонского вот значит изображение дашь бога и тут есть вот васильев александр васильевс александр царь дашь бог киев суздаль старая рязань а вот этот же сюжет сас со страной зла окруженной стеной чтобы зло не вырвалось наружу повторяется в различных вариантов на множестве карт вот оно это место окруженная скалами но тут внимательный читатель замечает весьма странную надпись речи о боге и магоге уже нет а вместо них имеется земля и где и клаусе в переводе с латыни это означает иудеи находящиеся в заперти в рассмотренных ранее свидетельствовать нет ни одного упоминания о существовании иудеев в великой тартарии множество религий и сект наблюдал и описал легат гильон де убрук но он об иудеях у него не сказано ни единого слова только в книге о разнообразии мира марка пола имеется упоминание о том что в ставке каплей хана камбалу он встречал магометан христиан нестарианцев и иудеев которым тартары и зичники относились с великим терпением о чем это может говорить либо о том что в средние века в сибири уже существовали люди исповедующие иудаизм либо мы сегодня сегодня просто не знаем истинного значения этого слова как в примере с кесарий с косарий которые современные историки приняли за хазарский каганат тем не менее легенда о злобных существах запертых за высокой каменной стеной существуют во множестве вариантов у многих народах именно ее отголоски и оказались на старинных картах фрагмент карты абрахама артелия 1581 год обратите внимание все это дело вы посмотрите сами ссылку я вам оставлю на соответствующем месте имеется надпись данором это дания то есть страна дана адан был как известно одним из основательных 12 колен израилевых совершенно в другом ключе воспринимается теперь этот от за абзац из энциклопедии так дания да это значит норманны сейчас я вам кое-что прочитаю из интересной книги библейская история библейская история архимандрита ой библейская энциклопедия архимандрита никифора 1891 год сейчас я вам кое-что из нее зачитаю так поехали библейская энциклопедия архимандрита никифора страница 66 аскенас род асов или ясов бытие такое-то страница такая-то внук и афета вероятно родоначальник родов аскенаских населяющих страну лежавшую на восточном или юго-восточных берегах черного моря впрочем точное положение страны неизвестно некоторые новейшие писатели полагают что этот народ дал свое имя скандии или скандинавии вот такая вот интересная информация поехали дальше отдана в египте произошло колено какое во время исхода из египта на считывала шестьдесят две тысячи семьсот человек по гипотезы и ядина племя дано было греческого происхождения дональцами которые позднее присоединились к израильскому союзу племен данитяне отличались хитростью и коварством но из них выходили замечательные художники художника голиаф сын ахиса махов был назначен богом в помощники весели и лу для строительства скини и походного храма израилетян на пути из египта в землю обетованную по завоевании ханаана данному колену был был дан сравнительно небольшой но плодородный удел на берегу средиземного моря в районе яфы из данного племени происходил богатырь самсон сражавшийся с филистимлянами стесненные в своих владениях филистимлянами донитяне вынуждены были искать себе нового места для поселения значительная их часть двинулась на север где они захватили город и назвали его дан старший впоследствии крайным северным пунктом земли израильский северная колония данного колена за завязала тесные торгово-промышленные отношения со своими соседями финикийцами царь саламон назначил девятьсот шестьдесят пятом году нашей эры до нашей эры знаменитого художника хирама происходившего по матери из данного коленя строителем и русалинского храма то есть донитяне это не евреи а греки и в израилевые сыновья их записали задним числом составители верхнего завета какой же можно сделать вывод из этой информации полагаю что недавние открытия ки селяхов в якутии это убедительное доказательство того что легенда возникла не на пустом месте ведь о существовании этой стены на колыме даже в россии не было известно еще несколько десятилетий назад а предположить что увидели средневекованные составители географических карт из европы весьма затруднительно очень похоже на то что сама жизнь доказывает нам реальность этой легенды может быть на самом деле кто-то из татарских тартарских ханов успел терпеть рядом с собой людей иудейской веры которых во времена во всех странах изгоняли из своих селений и на протяжении всей истории им устраивали погромы устал да и велел выслать далеко на север и запретил им выходить на земли находящиеся снаружи каменной стены зная о том что российской империи до самой революции 1917 году для иудеев существовал ценз оседлости рискну предположить что автором подобного ограничения была вовсе не екатерина вторая она лишь воспользовалась опытом прошлых веков если моя догадка верна то у нас появляются ответы на некоторые вопросы к евангелистам на которые до сих пор ответов не существовало становится понятным происхождение легенды о бегстве евреев из рабства если они на самом деле однажды поверили в то что некий моисей сможет вывести их из каменной стены то многое проясняется появляется ответ на вопрос где можно было скитаться целых 40 лет от колымы до константинополя который многие исследователи считают реальным прообразом библейского иерусалима они на самом деле могли идти только так долго они на самом деле могли идти так долго и самое главное в богатовском районе самарской области существует деревня максимовка жители которой показывают приезжим место у реки где останавливался моисей со своими людьми во время 40-летнего пути через пустыню никто из них понятия не имеет каким образом моисей мог оказаться на волге тем не менее предание передается из уст в уста на протяжении веков и ставить под сомнение правдивость этого предания никто из местных даже не пытается однако теперь появляется вполне разумное объяснение этому факту и совсем не обязательно моисей его люди были евреями и являются предками нынешних евреев всего-то достаточно было изменить географию события и все теперь уже никого не убедишь в обратном ведь ни одно поколение уже не примет за чистую монету все что написано в библии теперь я вам чуть-чуть вот зачитаю вот на основе вот этого предложения еще раз повторю вам однако теперь появляется вполне разумное объяснение этому факту и совсем не обязательно моисей и его люди были евреями и являются предками нынешних евреев сейчас ребята еще раз обратимся к библейской энциклопедии архимандрита никифора я вам кое-что оттуда зачитаю так библейская энциклопедия химандрита никифора страница 210 еврей евреи еврейский скобках пришелец книга бытия глава такая-то такая-то так слово еврей происходит или или от патриха патриарха и вера или отца вы одного из предков авраама означает от глагола эбер переходить через то есть любой народ предшествия откуда-либо куда-либо может считаться евреем так поехали дальше кое-что еще вам сейчас зачитаю так поехали дальше поэтому неудивительно что многие топонимы кочевали из этих мест вместе с расселяющимися по всему континенту народами поэтому-то в индии столько названий рек и озер которые являются дубликатами гидронимов русского севера именно так на берегу мертвого моря в израиле оказалось поселение магадан ведь и в самой библии сказано что это была земля хана-ан а хана-ан сами евреи называли русских поэтому топонима магадан запросто мог быть перенесен переселенцами с крайнего севера востока и поэтому то столько топонимов скорым с корнем тарт до сих пор сохранилась на карты европы так еще раз обратимся книги на библейская энциклопедия архимандрита никифора и кое-что вам оттуда зачитаю поехали так библейская энциклопедия архимандрита никифора страница 208 евей не евреи ребята а евей жители семени селения хижины бытие 10 17 одно из древнейших хананейских племен живших в палестине до завоевания оной израильтянами генеалогия его означена в книге бытие такая то такая то где евей родоначальник евеев числится с шестым родившимся от хана-ана во времена патриарха и якова евеи жили в средней земле хана-анской в сихеме настоящем на блусе вот такая вот интересная ребята информация короче читайте этот интересный вот блог статью вот эту обратите внимание вот еще эту карту я хочу вам показать великий хам правитель тартарии ожидайте скорее всего завтра может послезавтра покажу вам интересную книгу книга будет называться о войне холопья война я вам расскажу покажу в этой книге расскажу такой момент холопья война то есть новгородская республика и что это значит и там я вам покажу почему эти холопы под называются там рабами то есть все идет от великого хама потому что как бы по истории но его проклял и было сказано в библии и будешь ты рабом братьям своим спасибо за внимание читайте интересную вот эту статью очень много здесь интересного карты вот показаны про слонов вот видите я вам зачитывал из книги слоны вот здесь нашли это все у нас на севере вот эти по-моему в районе обе была откопана вот эта вот фигурка много читать много поэтому не буду я читать потому что некоторых бесит мой голос да еще я картавлю ну ладно спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания